В Ульяновске 13 июня 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 Вот сейчас в области есть уже два ТОСа, это уже у нас в Индии, в Индском районе есть, и в Вишкаме, которые два ТОСа юрлица, которые нашли к нам в ассоциации. Вот мы их ввели в правление, они также уже помогают, также создают ТОСы на своей территории уже. И что касается любого уголка Ульяновской области, также из города, могут обратиться в ассоциацию, и мы поможем, что касается вопросов ТОС, мы по всем вопросам поможем. Ну, вернемся к контакт-центру. Он открылся, общественный контакт-центр. Кто туда может обратиться? С какими вопросами? Наталья Николаевна. Общественный контакт-центр открылся в рамках проекта правовая приемная ассоциация ТОС. Номер горячей линии нашего контакт-центра 8 800 770 73 50. Линия абсолютно бесплатная для всех жителей территории Ульяновской области. Любой желающий может позвонить с 8 утра до 5 часов вечера, задать интересующий его вопрос, связанный с территориальным общественным самоуправлением. Ну, а с какими вопросами? Уже, наверное, обращаются люди, да? Да, вчера уже были обратившиеся несколько первых человек. Мы, естественно, будем формировать в дальнейшем такую некую статистику и анализировать обращения. С самыми различными вопросами можно обращаться. Если вы уже знаете, что такое ТОС и хотите организовать ТОС, то это на поверхности лежит то, с чем можно обратиться. Потому что в муниципалитетах на сегодня, в районах области, нет специалистов, готовых помочь непосредственно в создании ТОС. А мы готовы проконсультировать и подсказать. Итак, значит, как создать ТОС, кто может создать ТОС. А давайте сразу отвечать на эти вопросы. Давайте. Как создать ТОС. Есть специальная брошюра у нас, которая, в принципе, объясняет, каким образом создать ТОС. Там семь шагов, которые необходимо каждому сделать у себя на территории. Вкратце, совсем вкратце поясню. Можно будет зайти на сайт astos73.ru, это наш сайт, либо на сайт utos.ru, где более подробную информацию всегда можно получить. Первое, что нужно сделать жителям, это объединиться и из своих рядов какую-то создать инициативную группу. Ну, пусть это будет там несколько человек, там 3, 5, 10 и так далее. Значит, они должны подать ходатайство, второй шаг, непосредственно в Ульянскую городскую думу с просьбой описать территорию ТОС. Потому что это земля, которая должна иметь границы, и это у нас делает городская дума, потом голосует за границы этого ТОС. Далее будет проводиться учредительная конференция на территории ТОС, во время которой самые важные вопросы будут обсуждаться гражданами непосредственно. Это устав, каким образом будет формироваться ТОС, значит, какие виды деятельности ТОС, ну и все основное согласно закону о некоммерческих организациях. После этого, значит, когда будут описаны территории, когда дума проголосует, уже когда будет принят устав, уже ТОС будет считаться состоявшимся. ТОС будет считаться состоявшимся, но пока он не будет зарегистрирован в качестве юридического лица. И вот следующий уже этап большой, это регистрация в качестве юридического лица. А где регистрируют? В Минюсте. Регистрируют в Министерстве юстиции, как все некоммерческие организации. На сегодняшний день из 70 городских ТОС в Министерстве юстиции зарегистрировано уже 60. То есть этот путь уже многие, да, многие организации уже прошли, многие ТОС уже прошли, поэтому наработана практика. В Ульяновске есть отдел, комитет ТОС, который непосредственно занимается и помогает инициативным группам и жителям создавать ТОСы. Помогает и информационно, и документально, и подсказывает, и, в общем, как бы разработан полный пакет документов, который поможет любому, на любом участке территории создать свой ТОС. И потом регистрация в Минюсте и в налоговую инспекцию. А в целом по области сколько у нас сейчас ТОСов? В целом по области у нас более 20 ТОСов. Нет, если Сульяновск. А в Сульяновске получается более 90 уже ТОСов, уже ближе к 100 подходит. Но, к сожалению, в области только всего два юрлица. В Ульяновске 60, а в области только два. А почему там так мало регистрируются как юрлицы? Ну, во-первых, у нас в городе существует контакт-центр, который полностью этим занимается. Сейчас же такой же контакт-центр создан уже на Травляде, а в муниципальных образований, к сожалению, вот этого ничего нет. Не может людям никто объяснить, как это создать. Потому что Наталья вот сказала сейчас, что да, надо обратиться в Ульяновск, в городскую думу. Это житель в Ульяновск. А что касается области, они должны, как правило, должно положение быть в муниципальных образовании. В рамках этого положения люди должны знать, куда им обратиться. У нас сейчас есть список ответственных, допустим, в каждом муниципальном образовании глав поселений или глав района, куда непосредственно жители, желающие создать ТОС, жители, могут обратиться к нам, а мы их уже будем направлять, чтобы эти ТОСы создавались. — Ну, ассоциация пока, она как бы варится в собственном стаку, я так понимаю, а на федеральный уровень не выходит еще. То есть вы не входите в этот общенациональный список ТОСов? — Ну, у нас сейчас не то, что в собственном стаку. Мы сейчас заключены, ассоциации нам уже заключены соглашения с ближайшими городами. Это, допустим, с городской думы Нижнего города, с городом Арзамас. Сейчас планируется у нас подписание соглашений уже с городами Саранском, Тольяттем планируем. Потом у нас Пенза, Волгоград уже разослали. И мы планируем еще войти в общенациональную ассоциацию ТОС. Там уже у нас решение на заседание нашей ассоциации принято было, положительное решение. Направлены уже письма в Москву, в общенациональную ассоциацию ТОС. И они уже в ближайшее время, правда, сроки почему-то переносятся. Сейчас перенесли на август месяц. Будет нам приглашение, поедем туда уже вступать. Специально для нашей ассоциации даже они телеский взнос убрали. Фактически, как у любой некоммерческой организации, как у нас в ассоциации, они предусмотрены должны быть телеский взнос. Это, кстати, пугает основным жителям, как они увидят, что в создании ТОС должны быть телеский взнос. Должны собираться деньги. Это самое, мне кажется, основное, что пугает людей. Люди не готовы за что-то платить. Поэтому телеский взнос у нас 0 рублей. И мы всем жителям объясняем, что может быть и рубль, и одна копейка, и 0 рублей. Вот у нас в ассоциации и в ТОСах, в частности, взнос 0 рублей. Поэтому жителям не надо бояться, надо создавать. Ну, а для нас вот тоже, получается, такой же вопрос был, как вступить в общенациональную ассоциацию. Мы им тоже свои опасения озвучили. То есть у нас ТОСы не готовы тоже собирать денежные средства на взнос. Они говорят, мы для вас уберем. Поэтому в ближайшее время мы вступим в это. Будет новый уровень уже. Обещали, что поддержку федерального уровня нашей ассоциации. А на региональном уровне ТОСы поддерживаются? Вот ваши ассоциации каким образом поддерживаются? Наши ассоциации как? Ну, тоже, та же правовая приемная ТОСа или общественный контакт-центр. Как же любой может, те же жители, те же ТОСы могут обратиться. Мы обязательно приедем, выедем. В рамках этого проекта, так сказать, что у нас тоже предусмотрены 4 круглых стола. Мы будем выезжать. Мы и так выезжали, полгода ездили усиленно по области, рассказывали. Совместно с общественной палатой, что такое ТОС, как его создавать, для чего он нужен. Потому что очень многие не понимают. Самое главное, что не только жители, сколько и чиновники не понимают. Они чувствуют угрозу. Что если создастся ТОС, получается, он будет какой-то негатив. Мы объясняем, что это помощник. Помощник, который есть на территории. Который будет смотреть за своей же территорией. Ведь можно поставить детскую площадку, но если там нет хозяина, ее все развалят. Если есть хозяин, собственно, то они будут за это смотреть. Поэтому в основном мы объясняем, для чего нужен ТОС, как его создавать. Убеждаем население, что это необходимость. Потому что объединение – это очень хорошая тема. Не просто же так был мультфильм про веник и прутик. Далее сломайте, попробуйте. Федик не получил сломать. По прутикам разделили, все поломали. Поэтому это объединение. Это лучше будет. Когда вместе, только вместе могут все решить. А все-таки финансовая поддержка от КОД-то идет для ТОСа или нет? Наталья Николаевна, или жители сами должны как-то зарабатывать в ТОСе? В данном конкретном случае здесь идет разделение на ТОСы областные и ТОСы городские. В городе Ульяновске у нас работает городская и муниципальная программа развития ТОС. Она уже работает в течение шести лет. Благодаря этой программе идет активная поддержка ТОС на территории города Ульяновска. И да, ульяновские ТОСы получают поддержку по соглашениям с мэрией города Ульяновска, с администрацией города Ульяновска о том, что мы получаем субсидии. ТОСам помогают субсидировать деятельность. Так как ТОС это организация юридического лица, соответственно у нас есть бухгалтерские услуги, банковские услуги. У нас имеются там какие-то расходы определенные на виды деятельности небольшие. И часть расходов нам компенсирует вот по этой программе администрация города Ульяновска. Кроме того, все ТОСы на территории области могут участвовать в различных конкурсах, грантах или конкурсах субсидий, которые проводятся на территории не только области и города, но и всей Российской Федерации. Вот как раз наша ассоциация ТОС участвовала в конкурсе среди некоммерческих организаций на выделение субсидий с проектом «Правовая приемная ТОС». И благодаря нашему участию мы стали победителями, одним из победителей этого конкурса субсидий. И получаем сейчас финансирование как раз на этот вот проект, который называется «Правовая приемная ТОС». В размере 322 тысячи рублей у нас помощь получается в течение шести месяцев. Благодаря этой субсидиарной поддержке контакт-центр и правовая приемная будут работать и отвечать на все вопросы граждан. И проводить круглые столы, и выезды совершать и так далее. Вот вы сказали, рассчитанное средство на полгода только. А дальше как? В дальнейшем. Конечно, не хотелось бы первый и единственный общественный контакт-центр. В России почему-то. Возможно, даже в России, да. Но в Ульянской области точно первый и единственный. Не хотелось бы его сейчас закрывать спустя шесть месяцев из-за того, что будет недополучено, не найдем финансирование. У нас есть в планах желание написать в дальнейшем проект для поддержки этого контакт-центра и нашей правовой приемной на конкурс президентских грантов и на второй этап конкурса, областного конкурса субсидий, который, возможно, мы надеемся, будет еще в этом году у нас в дальнейшем состоится. Сергей Иванович Морозов на одном из совещаний с общественностью сообщил, что, скорее всего, пройдет у нас и второй этап этого конкурса. И будут дополнительно выделены деньги. Мы там тоже планируем принять участие. Более того, в перспективе планируется разработка программы поддержки ТОС на территории области. И, возможно, мы надеемся, что финансирование, возможно, будет еще и оттуда. Очень бы хотелось. Спасибо. Ну, еще раз назовите номер телефона, куда можно обращаться в контакт-центр. Какой номер? Спасибо, что пришли. Так, подробно рассказали о ТОСах. Ну, и теперь люди знают, куда обратиться, если захотят создать ТОС. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан.